МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Раз, два, три! Елочка, гори!" Несмотря на теплую погоду в столице Башкирии, ледовые городки постепенно открываются. Гостей готова принять и главная елка Уфы, а также резиденция Деда Мороза, расположенная на площади Ленина. Говорят же, как встретишь Новый год, так его проведешь. Поэтому в этом году мы пригласили всех наших уфимских Деда Морозов и самого главного российского Деда Мороза, который сейчас выйдет на сцену. Для нас в этом году было особенно сделать именно в центре города. В нашем Октябрьском районе сейчас открывается резиденция Деда Мороза, которая будет находиться в самом центре города для вас. Она будет абсолютно бесплатной. Дед Мороз будет принимать наших детишек, поздравлять их с Новым годом, желать самого прекрасного. Резиденцию открыли 24 декабря. В этот день на площади собрались тысячи детей и взрослых. Многие пришли, чтобы загадать новогоднее желание Деду Морозу. Ну а кто-то просто интересно провести вечер. Успехов, удачи, здоровья, чтобы близкие всегда сопровождали, были рядом, поменьше горести, больше улыбок и веселья. Я просил прибор ночного видения, тепловизор, что еще? Ну, вроде все, ничего. На площади имени Ленина собрались Деда Мороза и всех районов Уфы, а также их праздничные помощники. Но главным героем дня стал гость из Великого Устюга, который поздравил всех уфимцев с наступающим праздником. В сей Уфе от сказочного Великого Устюга новогодний веселый привет! Ура! Дети смогли лично посмотреть на Деда Мороза из Устюга и получить свой подарок, правда, уже от уфимского Деда Мороза. Уфимский Дед Мороз будет принимать всех желающих своей резиденции ежедневно, вплоть до 14 января. С 4 часов дня до 8 вечера, а в новогоднюю ночь до 2 часов ночи. Я желаю всем уфимцам, самим верить в чудеса. Чудеса ведь и приходят только к тем, кто верит в них всем сердцем. Коль будем верить в сказки, в чудеса, то и жизнь наша будет еще ярче, еще красочнее, еще сказочнее.